Я приветствую всех, кто в зале, кто смотрит и будет смотреть эту видеоконференцию. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Заранее предупреждаю, что я только что от стоматолога, поэтому могут быть некоторые проблемы с дикцией и произношением. Давайте-ка свистим, что у нас лекция живая, живой импровизации. Мы сначала послушаем вообще, как это импровизировать. Я тоже послушаю, потому что давно не занимался. Но поймем, как оно играется, когда давно не занимаешься. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Композиция тоже сочиняется в неком потоке Субтитры создавал DimaTorzok Это просто навык ускоренного композицирования Ускоренного создания композиции Как мы к этому приходим? Что является первопричиной нашего желания играть или сочинять, или интровизировать? Вот об этом мы поговорим в первой части нашей встречи А во второй части нашей встречи мы поговорим о моих наработках Как научить этому людей склонных к моему ассоциированию научить их импровизировать то есть заниматься композицией на ходу Задумавшись о том, что такое импровизация из чего, откуда корни Я порылся в интернете и в общем-то не очень-то нашел Все говорят, что джаз это такое-то импровизация это то-то Но никто не высказывает Ну, я не нашел по крайней мере Наверное, кто там уже высказал Почему мы это делаем? Зачем нам вот это вот все? И кто мы такие, чтобы вот что-то сочинять что-то играть новое? Есть же шбах Шнитке в конце концов И скорик И все Вот эта скользкая дорожка Завела меня, конечно Совершенно неизведанные глубины Заходите, заходите Вот эти размышления привели меня к философии И к философам конкретно Философии Я понял, что этим додумывались еще за 27 веков до нашей беседы Люди, может быть еще раньше По крайней мере, есть фотографии флейты, сделанные из кости Они есть в интернете Которую датировали как 40 тысяч лет до нашей эры 40 тысяч лет Человеку надо было Ну, какому человеку надо было? Не просто там воспользоваться этой костью, как дубинка или как ножом Чем-то Ну, изгородь поставишь Что-нибудь сделать бы полезное? Нет, человек Навертел там дырочки И играл То есть Вот эта Штука Вот эта тяга к прекрасному Тяга к композиции Тяга к импровизации Тяга к музыцированию Она заложена, кажется, в нас Кем-то, чем-то Очень давно И, как видим, на долго Вот Вот Ну, вот До 17 века Все философы, наш знаменитый Платон Сократ, Аристотель Они, конечно, задумались над такими вопросами Но они раскрывали их очень глубоко Потому что Картина мира была другая Концепция мира была другая Были боги Они были разные Они были похожи на людей Они капризничали Конфликтовали Передавали друг другу Ну, а также совершались такие Героические действия Вот Собственно, от них все зависело Гроза пошла Значит, такой-то был Потоп, значит, другой Ну, или не потоп То есть Все было ясно Пока Уже В средних веках Но уже Позже В 17 веку В 18 веках Эммануил Кан Они начали Все-таки копаться Что же такое человек И что же такое сознание То есть Они не начали эту работу Начали работать Конечно, до них Оно началось Это вопрос затрагивается У Аристотеля И очень И даже у Платона И Они начали развивать Это Начали думать Что же такое человек Почему он, собственно, думает Что такое сознание И как это отделить от мозга Потому что Уже тогда люди Догадывали Что мозг и сознание Это немножко разные вещи Мозг это относится к Детерминизму То есть К метафизике А Сознание К некой Духовной работе И некой Духовной энергии Которым Каждый из нас Заряжен И уже Ближе К концу 18 века Через Канта Готли Иоанн Да Фихте Уже Философ Как бы Новый философ Классической К конца К классической Немецкой Философии Он Попытался Раскрыть Этот секрет И Он Понял Что То есть До Фихта Даже у Канта Мир Физически Был конечен То есть Мы можем Сознавать Только до Какого-то Только до какой-то Границы Конец 17 Только до какой-то Границы Дальше Человек Не может мыслить Потому что Он не бог Не супер Силы Не супермозг Не суперсознание Вот Фихта Подошел К Один С другой Стороны Он Высказал Идеи Я согласен Что Сознание Это Некий Поток Который Которым Энергия А также Который Заряженный Все мы Потому что Мы люди И Кстати Это одно из наших Главных отличий От Животного Мира И Также Сознание Это некий поток Который Ну Не в нас Он Как бы Энергия Которая У нас Он поток Который Не в нас Я сейчас Расшифрую быстро Это Вступление Необходимо Потому что Чтобы было понятно Что там дальше Будет у нас Коррекция Мы Все Рождаемся Одинаковые Разные склонности Но Мозг Одинаковый Способность У нас Примерно Одинаково Но На каком-то Этапе Мы Узнаем Школьную Программу Узнаем Музыкальную Школьную Программу Заканчиваем Ее Надо Становимся Профессорами И Но Не всегда Происходит Подключение К этому Сознательному Какому-то Духовному Космическому Божественному Или Кого-то Потоку Который Дает нам Возможность И Казалось бы Я говорю сейчас Шаманские Вещи Подключение К сознанию Какие-то там Потоки Космические На самом деле Все это Гораздо Объединенный Это Все гораздо Проще То есть Мы Можем Это Сознание Есть Даже Физики Великие Об этом Высказали Свои мнения Физики Современности Для того Чтобы Подключиться К этому Потоку Нам Нужно Немножко Напрячься На каждой Своей Сфере То есть В музыкальной Сфере Мы Должны Напрягаться Собственно Не тогда Когда мы стали На консерваторе А Желательно В каком направлении Мы Не то чтобы должны Было бы хорошо Если бы мы Не только учили материал Музыкальный Но и Через учителя Или самостоятельно В каких-то крайних случаях Стараться Все время Понять Две вещи Как это сделано И Как я это могу Применить Для себя Не для экзамена Не для учителя Не для академа Не для тех зачетов Вот Что Все что мне дают Все что я вижу Все что я понимаю Как Это можно использовать Для того Чтобы осуществить Свою маленькую мелодию Вот Вот Эти мысли Мы как учителя Все таки Должны Все время Напалкивать Учеников На такие Размышления Чтобы Через Какие-то Разные Приемы На примере Композиторов На своих Собственных Примерах На сочинении Маленькой Фразы Все из нас Могут Сочинить Маленькую Фразу Прямо На уроке Поделиться Сочинниками И удивиться Вместе с ними Потому что Эти фразы 5 секунд назад Просто не было Это же удивительно Подчеркиваю Что это Есть Творчество На которое Способны Все По крайней мере На попытки Творить На труд Для того Чтобы понять Как и чего Сделана музыка Как ее применять Почему Такой аккорда Нет Поиграть Этот аккорд Со всех сторон И Почитать О композиторе Почитать О времени Котором Он Творил Почитать Как слушать Других композиторов Которые Вокруг Творили Литературу Почитать И Еще раз Задуматься На уровне Юноши Музыкального Училища Ну в крайнем случае Консерватории Понять Для чего Ты собственно Все это делаешь И Что ты можешь В это Профессию Которое Дело Которым ты занимаешься Которое тебе нравится Что ты можешь туда привнести Что ты можешь Приложить миру Потому что Процесс обучения Может быть Накопление знаний Может быть Бесконечный Как вы понимаете Просто сыграть Весь репертуар Который написали люди Для скрытия Это нереально Даже Сверх Субспособность Или даже Послушать его Не хватит жизни Поэтому Надо На каком-то этапе Активного Обучения Учиться Учиться дальше Но Учить себя Самого То есть Фондюцион Волк и Декарт Они говорили Что личность Она Формируется В результате Творческого усилия Не в результате Учения Более того Все эти уважаемые Философы Включая Эликанты Они Склонны Не высказывают Такие идеи Согласны Обучение Проходит Не тогда Когда человек Получает информацию Для нас Как для учителей А тогда Когда Ученик Человек Сам Пытается Переосмыслить И применить То Что ему дают То есть Не просто Параллельные квинты Это плохо Все Это плохо На экзамене Не дай бог А Надо еще И Не то чтобы Показывать Что это плохо Хотя Вся современная музыка Вся эстрада Из Радио Всех каналов Нормально Все Все применяют Никто не краснеет Это как Одни мои знакомые Давайте Отвлечимся Немножко От этих страшных Словкам Какие-то Сознания Подсознания У них Дочь Когда я была Она Ровесница Моей дочери Восьмилетние Она такая Очень живая Была И любила бегать В самый неожиданный момент Естественно ее Папа говорил Поля Так нельзя делать Она Это послушала Так нельзя делать В какой-то момент Она мчится Какую-то По дороге Через Тротуар Перебежала На другую сторону И говорит Папа Смотри Можно Вот примерно Так себя ведет Наша Современная Эстрада Современная Музыка И к этому Есть Наверное Свои обоснования Потому что Все движется Вперед И Вот видите Слышание Гармонии Слышание Мелодии Все Все-таки Живое Оно живое Оно двигается Но Тут я не буду Приводить Нашу эстраду Скорее Это Анти 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 полезное Дело То, что сейчас У нас творится Хорошо Ну а В классической музыке Особенно Какие-то Прогрессивные Композиторы И наши И не наши Они конечно Совершают много открытий И это приятно К чему я? К тому что Еще Люди В 18 веке Определили Что Каждый Физический объект Конечен Пространство То есть Наше знание Информация Накопленная В литературе В музыке Она конечно Она громадная Но она все равно Конечна А вот Наша способность Сознание К осознаванию Материала Музыкального И Совершение Новых Каких-то Действий На основании того что Мы узнали Что-то делать Желательно Немножко об этом Почитать Вот Этот процесс Не имеет Никаких границ И это Очень деятельное Открытие Которым В общем-то Мы Не пользуемся И И И О Наши Да О Наших Фактивных Программах Я потом скажу В конце Значит Более того Эти все Философы Знаменитые 17-18 века Они Вывели Правила Вывели Закон что Творческое Грамотное Действие Переводим на наш язык Творческая Грамотная Это Проявление Человеческого Сознания Как такового То есть Мы Себя проявляем Как люди Когда Все-таки Как бы мы Хорошо не играли Но Любовь Сонат Моцарт И Мы изучили основные Приемы Мелодические Гармонические Ритмические Ребенок Хотя бы Четыре такта Попытался сыграть В каком-то стиле Не все дети На это способны Но Нам нужно думать Об этом Потому что Вот Вот В этот момент Он учится А Бетховин Ну Все-таки Оказывается А не тогда Когда он И получает 12 Как Как нам понять Как обучать Маленького человека Или юноши Или девушку Или студентов Или учеников Как нам Понять Какой дорогой Мы сможем делать Его мышление Музыкальное Осознанно То что он мыслит И мы мыслили Выучить столько-то произведений Сдать столько-то экзаменов Это к сожалению Ну это осознанность Но в общем-то Достаточно Первого уровня Это не на уровне инстинктов Но Чуть выше Но все-таки Это не тот уровень Который Был бы Человек Который Занимается Искусом Надо Наверно Самим Попытаться Нам Всем Даже Человек Не преподает А просто Занимается Музыка Интересуется Слушать Приходит На концерты И просто Интересуется Данной Темой Он Надо Попытаться Самому Внимательно Что-то Почитать Масса Масса Материалов В интернете О Этилистике Баха Кайна Моцарта Мелза Дэвиса Полтрейна Джона Пэтмеден Всех Отполнителей Композиторов И Попытаться Что-то Самому Скоро Даже Если у вас не получится Сама Попытка Прикосновение Попытка Прикоснуться До этого Потока Творчества Которая Оказывается И Я как-то Убернен Он и есть в атмосфере Я пытался Вначале лекции К нему Подключиться Вот Чуть-чуть удалось Но, в общем-то Я был, наверное, не совсем готов к этому Вот И Надо Вот Реально звучит Начинать с себя Надо пытаться В любимом Композиторе Разобраться Мы же все играем на каком-то инструменте Мы все понимаем гармонию У нас всех есть слух Разобраться Или в любимом стиле Разобраться А как это сделано Вот любимая песня Она как сделана Не только Подобрать Слух и мелодию На слух мелодии Гармония Это Многие учителя По крайней мере Способны Хотя встречается Исключение Надо Попытаться Ну Желательно Не стиль Монатика Но Желательно Попытаться Что-нибудь сочинить Ну Любель Петховена Прекрасная Пятая симфония Играть не надо Вот Послушав сонату Попытаться Написать в этом стиле Никому Не надо обязательно кому-то показывать Не все должны страдать Вот Ну Или не страдать Может вы напишите гениально И Вот В этот момент Будет Пробуждаться Ваше творческое сознание В этот момент Будет Подсоединяться Временно И может навсегда К этому творческому потоку Сознание Которое Как Выяснили Наши теорусы Прогрессивно Немецкие Ну Наши Мы же на планете Земля Вот Оказывается Оно есть не только Ну Субъективно Внутри нас Но И объективно Есть какие-то Какие-то потоки Вот они носятся Не знаю с какой скорость Вот Высказали и философы И ученые Предположения Хотя для меня тут есть некий Некий парадокс Если Если Мы часть мира Мы Это Осознаем Мы можем Осознавать не только Другого человека Или предмет Отдельно от себя Но мы можем Более того Осознавать Какие-то Какие-то наши поступки И мысли И действия Нам Самим не нравятся Через некоторое время Наступили О том Сознание Он отдельный Мы А в наше сознание Внутри нас Это наше отдельное сознание Тоже Как бы Не очень Верно Хорошо Я К чему это все Я приведу Потому что Инвестация Как Часть Творчества Она Нам Очень полезна Нам Очень Нужна И Необходима Для Развития Нашего Как Профессионалов Как Людей Как Личных Развития Нашего Внутри У каждого Внутри Свой Который Хочется И Нужно Развивать Помимо Внешних И Вот Именно Внутри Мы Свободны От Расписания Маршрута От Зарплаты Занятий И Методических Рекомендаций Поэтому Мне Как Нам Нужно Задуматься Над Этим Не Бросаться Учить Жазовую Школу Ну Задуматься На На самом деле Жаз Мир Не Сошелся Он Как-то Существовал До Него Не знаю Будет ли Существовать И Дальше Скорее Будет Потому Что Жаз Стал Мощным Движением Это Свежий Ветер В Музыке И Жаз Жаз Принес Самое главное В наше Музыкальное сознание То есть Он Ярнул К временам Которым Посчастливилось Жить Ягану Себастьяну Баху К временам Музыкантом Не считался Той Человек Который Не мог Сыграть Ну Хотя бы Трехоголусную Фугу Трехоголусную Фугу Не эмбразируешь Не о чем Говоря Современным Языком То есть Почему Эти времена Отошли Музыкального Сознания Это отдельная Тема Не буду ее Касаться В дальнейших Встречах Я буду ждать От вас Мнений Они скорее всего У вас есть Буду готовиться И рассказывать Своё мнение Почему это ушло Но так или иначе Возвращает нас к тому Что Человек Должен Хорошо слышать Мелодию Хорошо понимать Мелодию Хорошо понимать Практически Законы Гармонии Законы Сложения Мелодии Сложения Секвенции Я Должен в итоге Уметь Симпровизировать На какую-то тему Или Сочинить Своё Если Задумываться Об этом Почаще Я думаю На самом деле Это все Не очень сложно Даже сам процесс Работает над этим вопросом Процесс Работает над Подсознанием Композиционных процессов Внутри нас Это уже Это уже Сильно Не в пользу Даже Нейроны Ваши нейронные связи Скажут вам Спасибо То есть Постареем Немножко плохо Или Не постареем Хорошо Есть Вот По этому Разделу Какие-то Вопросы Пожелания Мысли Подумайте Хорошо Обратно Если Будете Говорить Погромче Говорите Потому что Страна Должна Вас слышать Человек Философского Религийного И Наукового Мне кажется Что она тоже Мифичная 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 Святая Эстетичная Джинестетика Про Синкратичные Стройники Абоги Ну Наверное Это все Выходит Корнями И В эстетическое Мышление Концепцию И Концепцию В истории Связанной С созданием Концепции Мне Сдаётся Что В принципе Когда мы В процессе Поточиться Мы В биоэпичной Свидомости Вертаемся И Мисточка Окременно В одну Сколько Вона Знаешь Конечно Это часть Общего Процесса И Этического Процесса И Мифологического Чтобы Сложить миф Когда то человеку Историю Рассказ ему нужно было Или я неправильно понял Неправильно Историчного Историчного И уровня И В принципе Историчного Связанного Мифического Совсем Неративного Нелогического И Мистический Совсем Мистический Но Чем Но Чем Уже Новый Новый Пункт Конферкации Мистический Свидетель Мне кажется Нас тоже Забить Ну Есть такое мнение Я Я Остану Специю Но Я говорю О каких-то базовых вещах Все-таки Я не говорю Что там Музыкальная Сознательность Или Сознательность Соединения Первой Четвертой Ступени Об общих Моментах Способностей Человека Творить Ну Так Это же Мифичная Специальность Все 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 Я подумаю Над этим вопросом Я с этого ракурса Не рассматривал Еще До интервьюзації Насколько Переносится На Життя Можна Оголодить Навичками Оно Конечно Влияет Процесс Импровизации Занятия Процесс Обдумывания Импровизации Это все Я на самом деле Синоним И назвал Потому что Человек импровизирует Он Когда засыпает То не всегда Он выходит Из этого состояния Это И помогает Человек Человеку Потому что Доказано Что Само Просто Муфицирование Оно сильно Активирует Все Многие разделы Мозга И Опять же Способствует Новым связям Нейронами Насколько То есть Хуже От этого Человеку Насколько Становится Лучше Это большой вопрос Потому что Особенно Наблюдая биографии Великих Музыкантов Которые Мягко говоря Умели импровизировать Вот То На каком-то Житейском уровне Наверное Какой-то Практической пользы От Импровизации Не вижу Ну Опять же Взять Хотя бы Тех же Философ Судьбы Разные Не всегда Радостные А это были Великие Музыкатели В масштабе Понят То есть Прямые пользы Есть польза Именно Удовольствие От Этого Вида Медитации Ну Музыкально Чи Чи Потребен Вихід З цього Стану Чи Можна Стану Стану Переключаюсь На Деяльность Я Готую И Я Умовно Можна Как творчество Да Конечно Да Конечно Творчество Где угодно Наверное Встречаются люди Которые Плотникам Делают Творчество Особенно Их не работает На фабрике На Конвейере На Конвейере Творчество Нет В общем Меня Сильно Беспокоит Что Образование Музыкальное Конвейера Образное Затем Сильно Пустили Корни Когда Люди Мало Творчества Конечно Все Спасибо Вам Большое Так Что-то еще Хочется Сказать Ну Как мысли Слов Мне кажется Что Процесс Вот В Академической Композиции Когда мы говорим о Совершенных Композициях Зафиксировали Он ведь тоже Начинается с Процесса Просто Композитор Из Общей Массы Отбирает То Что Ему Представляется Более Интересно Потому что Выстраивается Определенная Грамотургия С Ламинацией В джазе Я редко Это Не звучит Получается Что На джазе Слышим Сиюминутные Черновики А Композитор Уже Из Этой Массы Как Говорил Маяковский Перелопачивают Тонны Словесной Руды Из Словесной Руды Он выбирает Из Тонны Слов Эти Здесь Создает Шедевр А В импровизации Не всегда Есть Момент Отбора А что же Самым главным Было Иногда Когда композиции Длинные Мы наблюдаем Процессом Самовыражения С помощью звука Музыки Но Вот Отбора Вот этого Нет Целостность Она Кайк От импровизации Мы понимаем Данного Музыканта Но для меня Это произведение По Каким-то Параметрам По Игребе С точки зрения Драматургии Отработанных Всех Там Моментов Развития Гульминации И так далее Потому что Ну вот Я как будто Я слушаю поток Грубо говоря Черновиков Вот в этом У меня иногда Возникает такое ощущение Я понимаю Что импровизация была Мы говорили о Древней Греции Но Поэтические состязания Древней Греции Это была импровизация Когда поэт Да Да И Апсоды Наверное Тоже импровизируют Но В основном В основном На 100% Все говорят Джаз Хотя Мы там Кадерцы Искрипичные Знаем Генерал Бас И так далее Но Все-таки Ну я бы не хотела Любимые свои произведения Какие-то Акустатические Музыки Я не хочу их слушать Каждый раз С другими нотами Ну если Я слышу Ну допустим Я беру там Шестую симфонию Чиковскую Если я знаю По большей партии Я знаю Что сейчас будет Я уже жду этот момент Мне Наверное Не понравилось бы Если в этот момент То что я предвкушаю А оно совсем другие ноты Или там играешь В Тюрна Шопена И в этом месте Что-то Опа и другое И оно не так Что оно лучше Для меня вот эти Основенцы тоже Я Смотрите Ага Спасибо Значит тут По-моему В одном вопросе Две целых проблемы Большие проблемы Две штуки подним Первое Первое Я буду говорить Ну как бы Глобальные вещи Не углубляться По-моему Чайковского Шестая Или первая Мне первое Больше нравится Вот Смотрите Речь идет Не о том Чтобы переделать Чью-то музыку Да Речь идет О том Чтобы Специально Намеренно Совершить Над собой усилие Изучить Что-то Ну хотя бы Какие главные Побочные партии Какой-то кусок Или А лучше На всем творчестве Чайковского У него есть Определенные моменты Скажем так Стехнические Которые Мы все можем Постичь Она просто Об этом задумывается То есть момент Когда мы об этом задумаемся И момент Когда мы попытаемся Сочинить что-то В стиле Чайковского Мы не будем Говорить Что вот Я лучше Чайковский Ведь Чайковский хуже меня Или вот Давайте это вставим Нет Об этом речи нет Там Чайковский Усилием воли Поключился К процессу И Его Совершил И мы Видим Завершенную Совершенную Картину Мы Доросли Кто-то дорос Кто-то нет Чтобы понять Получить наслаждение Эстетическое Подслушивание Музыки Мы ждем Вступления Таким У всех У нас есть Такие Клучаи Пиковая Дама В юности Мне когда-то сильно Особенно Увертюра Я просто Мышь и сыр Когда я слышал Увертюра Постараться Войти В состояние Когда Ты Получив Научив Самого Стилистики Пожариваешь Коли Ячайковского И мы Совершаем Для себя Какое-то действие И после этого Мы Нашу любимую Музку Будем Понимать Лучше А если Скажем Мы еще Сможем Написать Какую-то Чемпониум Почему Нет Почему Нет Касательно Соревнования Соревнования Разного Уровня И БАК Соревновался По поводу Вернее Это не только О соревнованиях Не столько А о черновиках Которые Вынуждены Слушать Это Все Очень По-разному Есть Такой Кит Джарет То Что он играет На ходу С тем Что он играет На ходу Я думаю Половина Современных Композиции Проиграли Нет Эти люди Есть Эти люди Есть И они Жили И живут вместе с нами Они Они Конечно Палантливые Но без труда Без работы Внутренней Без усилий Сознательницам Не было Так Ради Стали То есть Они к этому стремились И развивали Технику Звук Технику Я заметил В музыкантах Которые занимаются Основной Внутри Организацией Мелодии И гармонии Обыгрывания Гармонии У них техника великолепна Обратная связь Не через миллиард этюдов На работную технику А через Миллиард Музыкальных Которые Они подобрали на слух В ленис музыкальных Зазовых Школах Они пропустили через себя Перемогули И Выдали нам Опять же Тот пиджарит Он же не Заза состоит Самый Баха Полный Французов Современный Так что Так что Мы можем Тогда уже начинать Большой спор О том Что является Качественной музыкой Или качественной Импровизацией Или некачественной Импровизацией Все ли способны Ее воспринимать Как качественной Все ли знают Структуру Импровизации А еще знаете Цель этого В всем присутствующем В зале Ну и На конференции Знаете Чтобы понять Вот тут как раз Сильные Сильные слова Скажу Сильные моменты Чтобы понять Насколько Хорошо или плохо Импровизировать Человек Перед вами На сцене Попытайтесь Прийти дома И поимпровизировать Причем Это будет Импровизация На определенное количество Пактов На определенные Гармонии Сильными Груковядами То есть Не будем Говорить О детках Которые Все 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 Молодец Запишите Запишите Послушайте Не факт Что Это будет Плохо Не факт Что Это будет Хорошо Процесс Когда Вы Вот Он Сыграл Я Вот Слышал На концерте Он Сыграл Какую Такую Фразу Вот Ну Да То есть Вот Даже Запоминание Подбора отдельной фразы Это будет Уже Попытка Прикосновений к этому Попытка